Новая горка, построенная в парке Уфоку Жуковскому, оказалась довольно опасной при вспыске на санках, на ледянках. В чем проблема? Вроде горка хорошая, а скатиться ни в одну сторону нельзя. Когда люди скатываются в эту сторону, они могут попасть в дерево или в бордюр, который идет у тропинки, проучить травмы. То есть с этой стороны люди скататься бросили, потому что можно въехать как в дерево, так и в бордюр по тротуару, который сейчас под снегом. Санки остановятся, перернутся. С главной стороны тоже опасность. Посадили кусты прямо на саночном всклоне. Дети съезжают с горки и попадают, судя, видите, по следам санок, прямо в кусты. Сейчас кусты еще маленькие, не очень опасные, хотя тоже могут и гроза выкрыться, и сцарапать. Кто так проектировал, я не знаю, горку. Вот он, видите, спуск. Санки едут, едут, ледянки едут, едут и упираются прямо в кусты. Пока кусты маленькие, они прогибаются, но, как мы видим, уже ободраны сучки, так же будут ободраны руки, ноги, а если в глаз попадет. Санки едут до туда. С третьей стороны, опять, не слава богу. Сейчас посмотрим, спуск идет в турники и в урну. Загнавшись на горки по скотскому покрытию, можно въехать или в металлическую штангу турника, или попасть в урну металлическую. Кто так проектирует, мы не знаем. Все прекрасно видно. Санки съезжают по спуску, едут по ледянке накатанной. А дальше два варианта. Или цепляются за штангу металлическую, шревато трамвай. Или попадают в металлическую урну, или проскакивают вот в эти кусты, что все неприемлемо. Почему не могли продумать такие варианты, что дети, катаясь с горки, будут съезжать, должна быть склон освобожен, как от металлических конструкций, типа урн и турников, как от кустов, которые еще не спели вырасти.